Дорогие друзья, всех приветствую на своем мистическом канале. И сегодняшнему вниманию хочу предложить вам несколько предложений. Предложений на свой проект эволюции мира. Почему меня подтолкнуло на это историческое место? Удивительное совершенно. Это собор кафедральный 14 века. И, знаете, прогуливаясь по этому прекрасному месту, там уже видим Коконал, здесь уже мост. И я наткнулся на человека, собственно говоря, который художник, калининградский художник, коренной. На меня так даже и не называть художник. Но, в общем, привет, привет, дорогой. Совершенно верно. Но вот этот человек, собственно говоря, будет присутствовать на моем проекте эволюции мира. Я очень надеюсь, что у нас с ним получится этот контакт, приехать и в Москву, и написать серию на эту тему. Собственно говоря, вот Александр хочет рассказать, поделиться об этом месте и рассказать о календаре. Я хочу рассказать вкратце, какие знания у меня есть по поводу вот этой местности. То есть мы знаем, что мы находимся на территории исторического, ценного района Кнайпхофф. Эту территорию, землю выделил герцог. В 1327 году было выделено на строительство. Буквально до начала реформы, до начала церковной реформы 16 века. Это был главный храм католического, ну, главный католический храм. На основе которого уже строились остальные храмы прилегающих городов Кёнигсбергу. То есть далее этот храм стал лютеранским. Лютеранской церковью. Храм был посвящен высокосвященному телу Иисуса Христа, Девы Марии и всем святым, которые вознеслись, пошли в вечность благодаря вот этому великому произведению искусства. Скажите, Александр, а вот что для вас вообще Калининград, что для вас является, ну, лично для вас является таким, знаете, очагом вдохновения? Вот откуда вы черпаете? Для меня Калининград является в первую очередь исторически важная территория, где связаны сразу несколько религиозных направлений, где основа у нас Иисус Христос, Господь Бог, Он у нас один, но направления разные. Соответственно, католическая, православная церковь, они все находятся уже на этой территории. То есть как история нас не разделяла друг от друга, в итоге, в конце концов, мы все вместе объединяемся в одну церковь, в одну храм, в одно направление, в одно духовное развитие. И то есть, соответственно, мы связываем себя в эволюции этого мира, пространства. То есть, на мой взгляд, вот такие сооружения, это как бы порталы для будущего, для пространства, для духовного развития. Ну, понятно, да. Мы его даже можем назвать сердцем города, но даже похоже. Да, да. Строилось очень долго, буквально начало строительства никто, ну, никто не может подтвердить. Формально в документах указано, что 13 сентября 1333 года началось строительство, закончилось строительство фундамента основного сооружения в 1380 году. Потом началось оформление арки, внутри холл, арган, и так далее. Это совершенно удивительно, да. Вы знаете, вот я сейчас тоже задумываюсь о том, что вот это же, получается, служило еще и пунктом фашистов, да, то есть, что страшно, что и ценно, что он спасся ему благодаря тому, что это был пункт с неба, да, то есть, по сути, я читал, что... Фашист – это было временное влияние. Временное влияние. Временное влияние, да. Да, это как бы злая сила пыталась разрушить то, что было создано Господом до этого. Ну да. Фактически, вот даже взять, вот последний человек, который смог себя увековечить, свой дух, свою душу успокоить, это Эммануэл Кант, в честь которого и назван. Да, 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 вот там, по сути же, вот за углом, да, находится могила, да? Конечно, конечно. Могила Эммануэл Канта. Это удивительное совершенно, да. Философ, который посетил себя, обществу, свои мысли, свое... И мысли, которые до сих пор мы вносим ежедневно в свою поседневную жизнь, совершенно верно. И на сегодняшний день вот это строение является памятником, исторической ценностью, как бы народным достоянием не только России, но, я считаю, и Пруссии, и Эммане. В том-то и дело, что именно в Европе, да, всей, потому что... И самое главное, что это сохранено. Но самое главное то, что мы можем приходить сюда спокойно, видеть это, и хоть как-то понимать историю вот этого всего. Совершенно верно. Ну, я очень рад, что у нас с вами произошла такая встреча. Нет, тоже было очень приятно. Все так не случайно происходит, и я думаю, что этот проект эволюции мира, он даст какое-то объединение вообще художников. Возможно, в дальнейшем и нас увидит Европа, и мы сможем запечатлевать вот эти образы, которые мы видим, остались, сохранились, да. И что самое удивительное, что это наша страна, что, по сути, вот мы находимся на земле. Возможно, Федор при помощи вас, при помощи вот этого проекта и другие художники смогут участвовать. Вот, вот у меня большое желание, совершенно верно, Александр, вы сейчас правильно сейчас заметили, что хочется увидеть, ну вот, собственно, не одного-двух художников, а чтобы их было 10-20. Количество не важно. Важно то, что кто-то захочет принять участие. Согласен. И самое главное, чтобы была цель, была задача. Согласен. И каждый, кто преподнесет этот маленький кусочек, уже это будет зернышко для дальнейшего роста. Да, конечно, у нас в каждом городе, в каждом городе есть своя историческая такая искорка, из чего все это начало развиваться. Да, да, совершенно верно. То есть это храмы, соборы, церкви. Вот у нас сейчас на площади стоит храм Христа Спасителя. Да, видел его не раз, потрясающая вещь. Ну, расскажите. Ну, знаменательных таких событий произошло на этой территории. То есть у нас и с одной территории, и с одного мира получается основной храм, и уже с территории России еще один храм. Здесь вот уже строят территорию, ну, здесь уже строят масульманский храм, почти уже. Да, 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 да. Вот, ну, к сожалению, за этим вот местом не видно, там, где травачик идет. Может вернуться в те же русла, как развивалась Восточная Пруссия. Получается, они развивались на своемотношениях, на торговых отношениях, на религиозных, и связывали между собой Европу, Англию. То есть был выход на Запад, получается. А сейчас у нас доступ еще есть к Востоку. То есть я считаю, что Калининград, хоть он немножечко и ограничен от России, но это является узлом, таким вот... Таким пунктом, да, вот. Таким пунктом, с которого начинает развязка... На все совершенно дороги, да. Конечно, на другие континенты, на другие страны. И поэтому, кстати, лежит, на нас лежит особенная ответственность вот и тех людей, которые живут в Калининграде, калининградцев, не дать себе вот куда-то вот упасть низко, а наоборот поднимать еще больше и больше, да. То есть на вас большая ответственность, кстати говоря. Конечно. Даст гордиться не просто, а вот поднимать по крупицам еще ту историю, искусством, музыкой поднимать и развивать дальше. Вы знаете, у меня, к сожалению, сейчас время уже заканчивается, надо уже уезжать. И я был очень рад встрече, и... Большое вам спасибо, Фёдор, что вы... У нас первое сотрудничество. Спасибо вам за этот город. Здесь очень, кстати, гостеприимные, дружелюбные люди. Всегда все подскажут, всегда направят куда-что пройти. И всегда рады поговорить. Так что приезжайте в Калининград. Потрясающий город. Я горжусь нашей страной. Счастливо. Всего доброго. Всего успехов.